Ну, если человек ищет гармонии, то он, значит, проявляет мировую гармонию. А как она обозначается разными людьми? Это может быть выражено по-разному. Но я человек гармонии, я вообще не представляю, то есть для меня это идеал, это естественная возможность человека проявляться. Если он сламывает гармонию, это значит что-то такое в нем внутри, что-то происходит неверное, ему надо помогать, или какая-то трагедия у него, или проблема и так далее, потому что я надеюсь, что каждый вносящий в этот мир гармонию правильно существует в этом мире. Все другие способы, они неестественные, они случайные или почему-то, ну то есть это неестественно для этой жизни. Да, Бог дал нам гармонию, дал жизнь для того, чтобы жить в гармонии, мы эту гармонию уничтожили во многом, но те люди, которые, как вы продолжаете, продолжают жить в этой гармонии, они продолжают отражать вот эту гармонию, небесную любовь к Богу. Перефразирую слова Шекспира, что жизнь это театр, я бы сказал, Вячеслав Иванович, что жизнь это также карнавал. Мейерхольд в своей книге о театре, вспоминаю, написал, что движение ценится больше слова. А в вашем шоу, в вашей игре происходит огромное движение, не только тело, но и движение духа, движение сердца к добру, движение души к чистоте. И вот мне это очень близко, оно очень близко, все это действие, игре великого Чарли Чаплина. Если бы невероятным образом представилась, какая возможность у вас сыграть вместе с Чаплиным, какую сценку вы предложили ему сыграть вместе с вами? Это трудно себе представить, но, наверное, я бы пошутил. Я бы просил его сыграть ту же сцену, которую он сыграл с Бестером Китона, историю с роялем. Потому что когда Бестер Китон был всеми забыт и вообще уже без следствия к существованию, и вообще чуть ли не бомж уже был артист, Чаплин, узнав про это, попросил его приехать и выступить с ним в его фильме. Специально используя это просто для того, чтобы даже заплатить ему деньги какие-то и так далее. То есть это потрясающая сцена, по-моему, она в огнях Большого города. Это удивительная сценка. Она достаточно проста и наивна, она из репертуара английского мизик-холла. Но она дает возможность Чаплину и Китону проявить свою, именно, как же она называется, уже не позицию своего философа, а детскую позицию игры. Поэтому мне нравится именно вот эта сцена, потому что оба уже мудрых человека, и опять играют в свое детство, в ранний английский мизик-холл, и поэтому от них такая нежность, от этих людей исходит в этот момент. Это было, я бы с удовольствием сыграл с ними тоже. Это что-нибудь такое. Простая сценка, но когда великие прикасаются к простому, они это простое тоже делают великим. Поэтому вспомнил слова Пастернака Бориса Беонидовича, «Талант – единственная новость, которая всегда нова». А как вы думаете? Я думаю, что вообще творчество – это одно из самых главных ключей к этому миру. То есть любой человек, который хочет правильно найти дорогу свою в этом мире, он должен просто использовать этот ключ. Творчество. Во чем бы ни было. Печь пироги, проповедовать, или выходить на сцену, или убирать здесь в коридорах, творчество дает радость и производится тем миром, что-то невозможное. Он становится цветным, он становится удивительным, он становится радостным. И как моя жена, например, поступает, она говорит, «Ну давайте сделаем неделю цветной кухни». Что это значит? Это дежурство на кухне превращается в фантастический праздник. И все придумывают, ага, сегодня зеленая вся кухня. Что я должен сварить такой зеленый? И начинается, а другой человек придумывает, он одевает зеленые очки всем, и все видят все зеленое. А третий думает, какая зеленая музыка? И начинается жить человек. Вместо того, чтобы стоять у этой самой, у плиты, и говорить, почему я сегодня дежурный, он говорит, потрясающе, какая замечательная идея. Давайте еще, вот это вопрос, как вскрыть баночку. А баночку вскрывает просто творчество. То есть возвращается гармония и радость, да, в любое обыденное дело. А как вы думаете, Вячеслав Иванович, жизнь наша заканчивается с нашей смертью или продолжается? Хотела бы и надеяться. Конечно, все мы мечтаем, надеемся. Даже, наверное, уверены, потому что не очень хочется уходить в темноту. Хочется уходить, взлетать к свету. Поэтому, конечно, хочется, чтобы это была не одна жизнь, а в новой жизни, чтобы наши поступки сегодняшние отражались в следующие, и в следующие давали новые. Конечно, без этой надежды человеку неправильно жить. Поэтому, естественно, я говорю, да. Да, вы так как отражаете все-таки свет Христа, отражаете и жизнью, и своим делом творческим, сказано, что каждый, кто призовет имя, мое спасется. И я верю, что вы в этом свете не закончите эту жизнь, как обычно, в земном исполнении, а жизнь будет продолжаться. Потому что вы его имя призвали, как мы говорили до этого, интуитивно, и вы отражаете своим искусством, извините за высокопарные слова, отражаете тем своим делом жизненным, отражаете его свет, его святость, его чистоту и, главное, его любовь. А вот сейчас вопрос-сюрприз, Вячеславович. А, потому что в цирке всегда любят сюрпризы. Вот вытаскивают что-то, и я сделаю вот такой сюрприз. Для вас в первую очередь. Это хлеб, бородинский хлеб. А это шоколад, тоже российский шоколад, победа вкуса. Ну, не знаю, победа ли это сильная, но шоколад. И вот я хочу в связи с этим спросить вас. Это хлеб и шоколад. Это два разных понятия нашей жизни. Они выражают противоположные ассоциации. Они и противоположные в философском осмыслении несут полярную, глубоко, абсолютно разную нагрузку. А с чем у вас ассоциируются эти два слова, два понятия, две простые философии? Ну, это очень емкие образы, поэтому ассоциация просто миллион. Во-первых, когда любой из моих друзей приезжает ко мне в Париж или в Лондон, потому что у меня в Лондоне как бы я живу, а в Париже у меня творческая лаборатория. И я прошу, главное, что привезти, это черного хлеба. Потому что... И сало. И сало. Это наш Украинский, да. Потому что чего не хватает на Западе всегда, это черного хлеба. Вот тот беленький, пушистенький, такой, который просто весь... Это самое... Вот мы никак не можем к нему привыкнуть. Черный наш хлеб, кроме с детства, к которому привычный, мы всегда по нему скучаем. И поэтому любой раз, когда приезжает кто-то, я надеюсь в глазах увидеть, я привез тебе черного хлеба. Это для меня огромная радость. Это воспоминание, это детство, это вот как будто ощущение, что ты опять вернулся в детские свои годы. Поэтому, конечно же, это просто бесконечная история с этим хлебом. И это же фильм «Хреб и шоколад». Это самый итальянский художник. Я не помню уже режиссера. Это по книге, если я не ошибаюсь, Игнатий Силане был такой знаменитый писатель, написал книг «Хлеб и шоколад». Не помню, или кто из режиссеров, не будем путаться, чтобы не давать возможность недоброжелателям писать письма, не будем говорить. По-моему, это Сика, я не помню точно. Понятно. Но я, конечно, выбираю из этих двух, если идет разговор о выборе, конечно, хлеб. Потому что шоколад, конечно, великая вещь, и это просто удивительное создание, вот это вот удовольствие в нашей жизни. Одно из них, это вот, конечно, шоколад. Но он есть еще, шоколад называется «Слава», как меня зовут. И есть шоколад «Аленка», как же зовут моей женой. Поэтому мы каждый раз еще получаем подарки всегда. Шоколад «Слава» и шоколад «Аленка». А это я буду замечать, что он с начинкой какой-то. Это вам, ваши внучки, это вам, Вячеслав Иванович. И, конечно же, здесь, если мы переходим к философии, это образ фантастический с контрастом человеческой жизни. Ну, кто-то живет на хлебе, кто-то на шоколаде. Это, как называется, это образ, не обязательно, что ты, достигнув всего, хочешь шоколада. Чаще всего наоборот. Человек, который имеет возможность накупить шоколад при вагоне, говорит, дайте мне немножечко хлебушка, черненькую корочку. Потому что, значит, уже присыщенность этими впечатлениями или удовольствиями, в конце концов, человека приводит, если он умный человек, к тому, что есть вещи, если он не рождествен.